ну что ж в этом уроке мы продолжаем тему мелодических заполнений но только теперь мы будем говорить о том как их применять в темпе потому что до этого мы говорили про то как это играется в рубатном изложении когда мы говорим про темп здесь первое что необходимо сделать это оценить пространство ритмическое пространство которое вклинивается та или иная фраза тот или иной пассаж ну вот представим оставимся на том же примере the shadow of your smile ну уже сыграем в небыстром свиньи два три четыре раз два два три четыре раз два и так далее ну вот то когда я просчитывал это и есть то пространство куда вклинивается наше мелодическое заполнение очень важно чтобы первая нота пассажа или фразы которую вы вклиниваете в это пространство не соприкасалась с последней нотой темы то есть вот возьмем первую фразу это раз третьего такта и соответственно не раньше чем 2 мы должны начать тот тот или иной ход и соответственно то же самое происходит и потом то есть последняя нота вашей фразы не должна соприкасаться с первой ноты темы здесь еще есть один очень важный нюанс потому что сейчас я последнюю ноту фразы соединил с гармонией получился вот такой вот аккорд ноты гармонизованы но очень часто бывает по-другому бывает что аккорд отделяется от ноты мелодии и тогда это еще отодвигается представим себе и вот сразу после этого аккорда идет два если вы сразу начнете то это будет очень тесно то есть короче говоря должен быть какой-то зазор поэтому начало фразы вот в этом случае она будет где-то на 2 и очень 2 точно нужно пропустить и так далее что еще очень важно при игре вот этих заполнений в ритме дело то что рубатном изложении там ритм растягивается и каждая фраза очень приобретает какое-то уникальное свое ритмическое отношение звучание здесь если мы будем играть только 16 или только триолями то через две фразы это уже будет скучно поэтому ритмическое разнообразие это необходимость для применения такого приема это первый момент а второй момент еще вот в чем заключается мы все время обсуждаем про эти пассажи что они используются между фразами но на самом деле они вполне могут себе использоваться и внутри самой фразы и это несколько сложнее потому что в таком случае это заполнение должно быть таковым чтобы она отражала как бы настроение темы астана какие-то главные интонации но вот представим себе например если вместо второй фразы захочу сыграть какой-нибудь пассаж ну вот видите я сейчас сыграл вместо фразы темы свою фразу но по большому счету эта фраза является вариацией тематического материала потому что тема у нас для фа диез и на гармонии рэма приходим к фа диезу я к этому фа диезу тоже пришел но просто более сложным путем поэтому в создании слушателей не происходит ничего такого инородного потому что как бы основные точки они совпадают и в классическом варианте и вот в таком ну что ж я постараюсь учесть все сказанные вещи и сейчас проиллюстрировать первую часть этого стандарта в темпе со всеми заполнениями хочу сразу сказать что конечно же вот так много их делать не нужно но есть только в конце где-нибудь после соло поэтому начинать если вы начинаете тему так много их как сейчас я буду играть не нужно вот и напомню самые главные тезисы что мы должны оставлять зазор между фразами темы и нашими репликами необходимо комбинировать различные ритмы это 8 16 триоли и мы можем также залезать этими заполнениями на фразы которые вот теме прописаны и и Ну, это был фрагмент, а целое произведение исполнит моя ученица Вероника Копытина. Кстати сказать, очень символично, что Вероника пришла ко мне учиться именно после первого урока, который я здесь сделал, посвященный теме рубата. Она исполнит свою первую аранжировку на этот же джазовый стандарт. Вероника Копытина. 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 Вероника Копытина.